В свои 80 Валентина Петровна осталась одна. Сначала умер муж, а потом и сын. После перенесенных потрясений резко стало ухудшаться здоровье. Требовался постоянный уход. К счастью, нашлись люди, которые не смогли оставаться равнодушными к чужой беде. Дальние родственники. Теперь они вместе готовят, накрывают на стол, смотрят телевизор. Валентина Петровна говорит, что обрела второй дом. Впечатления хорошие. Во-первых, у меня народ такой добросовестный. Они девчат повернется, выслушает и безотказно. Дай бог им здоровья. И ребята такие же. Для пожилых людей и инвалидов, которые оказались в подобной ситуации, приемная семья может стать выходом. Самарская область стала одной из первых в России, где оказывается такая помощь. Валентина Петровна Урывская, несмотря на почтенный возраст, сохраняет бодрость духа. Любит читать, убираться и готовить. Всю жизнь она проработала поваром. Незадолго до пенсии работала на ледоколе Хабаров. Теперь свои умения применяет в своей новой семье. Бабушка помогает в хозяйстве, все мне чистит. Шинкует капусту еще. Не каждый так сможет. Она бывший повар. Навыки их никуда не продашь. Так что все это она оперативно делает. Все картошку почистит. Так что мы, наверное, никто не почистим. Очень жаль пожилой человек. И как бы оставить на произвол судьбы. Хотя и родственных отношений как бы уже нету. И как бы общения уже были далеки. Семья должна быть большой. Независимо от возраста людей. Вот у меня внуки приходят. Они ее называют прабабушкой. Ну, по возрасту она и прабабушка. Ей тоже приятно. И они ее обнимают, играют с ней, рисуют. Она им читает. Она же без очков ведет. В Самарской области первая приемная семья, взявшая под попечительство пожилого человека, появилась в 2009 году. Сейчас в области таких около 200. В регионе активно применяются стационары, замещающие технологии. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Демография», инициированного Владимиром Путиным. В Самарской области он реализуется благодаря региональной программе «Старшее поколение». Елена Малютина, Григорий Пляшуков. События.